Уважаемые депутаты! Продолжая истиновать до сегодняшнего дня, что шостый год люди живут в зараженных зонах, что не глядячи на постанову Верховного Совета БССР засеваются радиационные земли, что насильство Беларуси хорошуется радиационно зараженными продуктами. Учим причина и де тут логика, де сенс. Во всем свете зараз иснуе каля 500 атомных электричных станций. Им володают адмежаванная кола держав и адмежаванная кола атомных ведомств. Кошт каждой атомной станции в среднем – 1 миллиард доляров. Гэта не личачи усих інших, связанных со станцией, коштов. Таким чином мы бачим, что у ядерной энергетики укладены сотни миллиардов доляров, велизарнейшие капиталы, які обслуговывают тысячи ученых и тысячи политиков, які оховываются международной организацией МАГАТЭ, у якой доминують две сусветные ядерные державы, звучанные Штаты Америки и Советский Союз. Трагичные, жахливые выники Чарнобыльской катастрофы на Беларуси, коли про их доведается увесь свет, гэта сокрушальный удар по ядерной энергетике у вогуля, по атомных капиталах, по целой сферы, обслуговывающей ее навуки и политики. Катастрофа типу Чарнобыльской при проектованні станций прадугледжывалась только як гипотетичная, гэта значыць, як чисто гипотетичный вариант. Практично такой катастрофы не повинна была здариться, але она здарилась у Чарнобыли. Социализм сделал каску былью. Таким чином, исновання ядерной энергетики у вогуля поставлена у першыню под сумнення. В ось чому, уся атомная система ведомствов СССР, якая напрастки звязана с партыйно-урадовой структурой и з'является часткой гэтай партыйно-урадовой структуры Советского Союза, адразу засакретила навад сам факт Чарнобыльской катастрофы. А потом, и по сёняшній день, усю державно-партыйную политику вакол Чарнобыля подпараткавали интересам атомных ведомств. Гэтым тлумачится и антигуманная дзеяне монопольной державной медицины и поводзены КДБ, и КПСС, и ВПК, министерствов и советов министров. Гэтым тлумачится и дзеяне МАГАТЭ и его хаурус с партыйно-урадовой машиной СССР и с советским ядерным лобби у асобах команды академика Ильина. Гэтым тлумачится интерас МАГАТЭ до проведення уластных доследований в урдаяцинных зонах на Беларуси, ка тмець махчымась самим дать оценку становища у своих интересах, што и робят зараз ядерные лоббисты заходу, свержаючи на весь свет обяшкодности Чарнобыльской аварии на нашей земли. Беларусь и народ перед обличчем Чарнобыля апынулися сам на сам с магутной международной ядерной корпорацией атомной мафией, у руках у якой державная политика, улада и сродки массовой информации, навуковой организации и капиталы. Гэтый атомный свет зацекавленный не только у нераспаусюджанни схаванни саправдных зесток про Чарнобыль, аля и у контроле над информацией, у распаусюджанни адворотнага, выгаднага для атомных монополистов з месту, у контроле над навуковыми даследываннями у зонах, у фактичным экспериментцем над людьми, над нашим народом. У гэтым таксама зацекавленная и военно-прамысловая комплексы перш за все Советского Союза, бо добра вядома, што ядерная энергетика узникла перш за все с патрэбы вытворчасти атомных бомбов. И вось уже шостый год дожится медико-радиологичный эксперимент над нашим народом, фактично над усею беларускай нацией. Дзеля гэтага эксперименту ствараюцца умовы, способы затрымання людей у зонах, метады дезинформации и ашуканства. Як же дзейничала и дзейничая гэтая атомная империя? 27 червеня 1986 года, гэтазначыць празд два месяца пасля аварии, з'является распораджэння третьего головного управлення Минздрава СССР аб засакрэчэнні звязтак пра аварію, пралячэння і пра ступень радиоактывнага паражэння персоналу, што удзельничав ў ліквідацій аварии. У 88-м годзе Минздрав СССР выдал распораджэння, згодна якого урачам забаранялась звязываць захворвання з радиоактывнага паражэння мясцовасці ў чарнобыльскіх зонах. У гэтыз час национальная комісія прадиоактывнага абароні СССР пра Минздраві СССР прапанавала сумнавядомую 35-бэрную концэпцію, згодна якой прапанавалася з першого студзіні 90-го года практичны зняць ўсялякі абмежаванні з чарнобыльскіх зонах. Гэта значыць прызнаць, што радыэцыйныя заражэння в гэтых районах ў логулю не уявляя небеспекі для людзей. З велікімі цяжкастями гэты антыгуманная концэпція была адкінута навукай, навуковай грамадскастю нашей рэспубліки. Што ж адбываецца со здароўем наших людзей і што адбылося за гады чарнобыльскіх пакутав, дзякуючы дзяржаўна партэйныя палітаці. Вось звєсткі, таксама, нідзя не апублікованная пра захворывання насельніства Ветковску района Гомельской в облаці. Поправнанню з 85-м годым захворывання психічныя павалічыліся ў 10 разов. Наулик па анкологічных захворыванням стала больш ў два разы. Смиротність увеличилася ў 10 разов. Сухоты, смиротність захворыванням повеличилася ў 10 разов. Огульна смиротність у городзя повеличилася ў 5 разов. Народжальнасть зменьшилася ў 2 разы. Инвалідність рабочих і служащих повеличилася ў 3 разы. Кавгасникам ў 11 раз. Пророжанная патологія повеличилася ў 10 разов. Вось наступные известки, так само не опубликованные об захворывании детей до 14-ти годов Ветковского района Гомельской области. По сравнению с 1986 годом на 1989 год захворывания сердечно-сосудистые повеличились у 5 разов, лёгочные – у 4 разы, кишечный тракт – у 11 раз, скоронные захворывания – у 5 раз, патология щитовидной залозы – у 3 разы, лейкоцитный синдром – у 23 разы. Беларусской республице до сегодняшнего дня не удалось добиться компенсации от Советского Союза за Чорнобыльскую катастрофу. Однако новотые мизерные сроки, которые выделены Беларуси на двухгодовую программу неоткладных заходов по передолю ненаступству аварий на ЧАЭС, 82 миллиона рублей размерковываются не на корысть Беларуси. 11 миллионов, например, выдадены Дзерж-ядромету СССР, тому самому Дзерж-ядромету начале с Израэлем, який шмат зрабил, каб схавать адусих реальную небезпеку радиационного заражения у нашей республицы. 5 миллионов передадены Союзному малому предприемству для створения автоматичной системы мониторинга. 3,5 миллиона Дзерж-комитет БССР по проблемах Чарнобыльской катастрофы передал на науковое заследование академику Ильину створальнику 35-берной концепции. По той же час на развитие науковых заследований беларускими вычонами не выделено фактично ничего. В 90-м годе академик Ильин надрукавал за мяжой вабистские выники своих заследований, згодна яких на протягу 70-ти годов у радоэцинезараженных зонах Беларуси будзят толькі некалькі десяткаў дадатковых выпадкаў захворывання на рак са смертельным выникам. Гэтая дадзіная академика Ильина передрукавал, што годник МАГАТЭ, яны былі даведзіны да ўсіх у радаў краін-членов МАГАТЭ. І гэта ў той час, калі Беларусь, прас арганізація об'яднаных націў, звертаецца да ўсяго свэту за допамогай ад Чарнобыльской бяды. Ці разумея кераўніцтва Дзержавного Камітэту БССР па Чарнобылю, што финансуючы академика Ильина, яно аплочывая яго працу на карысть атомной мафі, аплочывая яго псевдонавуковая дадзіная, што абарочываюцца пакутамі для беларускага народа. Дзейнаць Ильина яго каманды зачыняя реальнуя допамогу заходніх краінаў для патцарпелага насельніства Беларусі. У канцы мая гэтаў года на межнароднай конферэнціў ў Вене, дзе падводзіляся вынікі дзейнацці експертаў МАГАТЭ ў Чарнобыльской зоне, был зроблены вывад, што роззахвораванняў тут не звязаны непасрэдна з уздзеянням радаяцы. Гэтае вы снова спыніць да памогу нашай Чарнобыльской республіцы ад другіх краінаў свэту. Дзержкамітэт БССР па Чарнобылю, маючы ўсе махчымаці, ўсе піравагі нічога не зрабіў каб запабягчы такому выніку конферэнціў. Фактычна ўся міжнародная Чарнобыльская палітыка, якую спрабуе распачаць нашай Міністерства замежных справ, пайшла на смарку. Гэта сурйознае палітычная паражэння Беларусі на міжнародным узроўні. Выніка яго будуть вельмі кепскімі. Мэмы застанёмся без да памогі, не маючы цяпер навад элементарных лякарствав ад прастуды. На маю думку, адказнаець за такое становіще ляжыць перзавсё на старшыні дзержкомітэта БССР по Чарнобылі спадарі Кеніку і яго намесніку спадарі Бур'яку, які, як вадома, з'являецца адным самых актывных прыхильнікаў акадэміка Ільіна на Беларусі. Я мяркую, поважаныя дэпутаты, што трэба заслухаць на гэтай сесіі справаздачы спадаров Кеніка і Бур'яка, міністра аховы здароўе БССР спадара Казакова, аб іх дзейнасці і паставіць пытання аб вызваленні іх ад займаемых пасадав. Часто з боку номенклатуры, часто з боку номенклатуры, прашу 30 секунд, я закончу. Часто з боку номенклатуры можна пачуць фальшывая сентэнцы, што ось мавляў, з Чарнобыля, з гора народнага, хтось ці хоча зрабіць палітыку. Чарнобыль, шановныя спадары, волею лёсу з'являецца вялікай, жорсткай і нават міжнароднай палітыкай. І вы, шановныя кіруючая партыйны работнікі, ёй паслядовна займаеціся. Перш за все ў сваіх інтерэсах, а не в інтерэсах народа, які пакутая за вас, за вашай дзейнасці, за якую рана ці позна прызяцца адказаць спаўна. У 1988 годзе, калі Беларускі народны фронт толькі пачынаў тараніць тую подлую стяну сакрэтнасці, якую пабудавалі вакоў Чарнобыльской бядына Беларусі, мы добра ўсвідамлялі, што замагутная, злобная, тёмная сіла стаіць за гэтай стяной. І тым не менш стяна абвалілася. І я ўпэўненны, прыдзе час, гэтакжа якітая стяна абваліцца і ўся гэтая подлая антынародная палітыка. І кожны атрымая сваё. Дзякую за влафу.